Ситуация по-прежнему сложная, но улучшения есть. Первую неделю ноября в регионе сделали нерабочий. Заведения общепита перешли на доставку, учреждения соцкультбыта не работали. Эти меры, по мнению Роспотребнадзора, помогли немного стабилизировать ситуацию. Рост заболеваемости в целом прекратился за исключением группы 60+. Ежедневно фиксируются до 550 заболевших. В целом, на территории области сохраняется неблагополучная технологическая ситуация по заболеваемости COVID-19. На 5 ноября наш субъект занимает по уровню заболеваемости 16 место среди субъектов Российской Федерации. Выходные для ульяновцев решено не продлевать. Уже с 8 ноября все выйдут на работу. Детские сады также заработают в штатном режиме. Вузам рекомендовано следующую неделю отработать на дистанте. Окончательное решение остаётся за руководством университетов. А вот школьники и студенты техникумов колледжей учиться не будут. Мы в регионе учимся по триместрам. И у нас очередные каникулы по учебному плану должны быть с 22 ноября. То есть, по сути, мы эту неделю поднимаем чуть пораньше. А с 22 каникул не будет. И далее у нас дети будут учиться в штатном режиме. Не будут работать и учреждения дополнительного образования. Вся сфера услуг переходит на работу в так называемом режиме COVID-free. Попасть в торговые центры, салоны красоты, фитнес-залы, кино и театры. Можно будет по QR-коду, по ЦРТ-сту или сертификату о перенесённой болезни. Сауны, аквапарки и объекты общественного питания не работают до 15 ноября. Решением штаба государственные и муниципальные учреждения культуры, а также кинотеатры могут осуществлять свою деятельность с 50-ти процентной загрузкой при условии, что в организации все вакцинированы и вход в учреждения будет осуществляться по QR-кодам. Тем не менее, заболеваемость в регионе пока в полтора раза выше, чем в среднем по России. Среди районов лидеров по ковиду – Сурский, Базарно-Сызганский и Маинский. Почти 13 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении. Продолжается вакцинация населения. По сообщениям Минздрава, за последнюю неделю вакцинировалось больше 27 тысяч человек. Многие пенсионеры, по сообщениям соцзащиты, не хотят идти вакцинироваться в поликлинике, боятся заразиться. Для них решено организовать мобильные пункты вакцинации в учреждениях соцзащиты. Также, например, маломобильные граждане могут вызвать медиков на вакцинацию на дому, позвонив в свою поликлинику. Анна Тищенко, Управда ТВ.